Евангелие от Иоанна Тринадцатая глава Тридцать четвертый и тридцать пятый стих Заповедь новую даю вам Долюбите друг друга, как я возлюбил вас Так и вы долюбите друг друга Потому узнают все, что вы мои ученики Если будете иметь любовь между собою И также мы откроем первое послание Иоанна Четвертая глава, шестнадцатый стих Иоанна, Наташа Иоанна И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог И уверовали в нее Бог есть любовь И пребывающий в любви Пребывает в Боге И Бог в нем И также первое послание Петра Четвертая глава И мы прочитаем восьмой стих Более же всего Имейте усердную любовь друг к другу Потому что любовь покрывает множество грехов Я хочу напомнить всем нам один пример Который записан в книге Священного Писания Это история о Ной и его трех сыновьях После того, когда они остановились После длительного плавания Я не знаю, что там произошло За этот год пока не плавали Как развивались их взаимоотношения Но мы знаем, когда уже они все Остановились на земле И прошло какое-то время И Ной насадил виноградник И когда он дождался плода И вы знаете, кто занимался виноградником Это не происходит в один год Это взяло время И вот он собрал первый урожай И сделал вино И в своем шатре написано Он выпил этого вина И переборщил немного И потерял контроль над собой И когда один из сыновей Зашел в его шатер То он увидел отца В очень некрасивом свете Он был обнаженный И выглядел некрасиво И тогда он выбежал из шатра Нашел своих братьев И стал им рассказывать об этом Я не знаю, как он преподнес эту историю Но факт в том, что два старших брата Они взяли покрывало И они шли задом И накинули покрывало на своего отца Прежде чем я назову тему Я хочу задать каждому из нас вопрос Насколько много я могу покрыть Чьи-то поступки Если кто-то причинил нам Или членам нашей семьи Какую-то сильную боль Насколько сильно я смогу простить насильнику Насколько сильно я смогу покрыть Того, кто причиняет жестокиести Насколько сильно я могу покрыть Кого-то, кто делает словесное надругательство Подумаем над этим И тема, о которой я хочу сегодня говорить Называется Покрывало любви Через все Священное Писание Особенно если мы читаем послание Иоанна Оно пропитано Именно говорит о силе Божьей любви И говорит о том, как покрывать любовью Потому что мы прочитали с вами Что любовь, она способна покрыть множество грехов О какой любви говорит Писание Если я не могу простить какую-то мелочь Если я не могу забыть того, что мне что-то сделано Или было сказано вчера О какой любви говорит Писание Это любовь, которая взошла на Голговский крест Написано Иоанна 3.16 Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал Сына Своего Единородного За каждого из нас Чтобы мы не погибли в наших грехах Но имели жизнь вечную Написано, что Бог есть любовь И Он отдал Своего Сына Который стал этим покрывалом любви Это покрывало любви Она стоит перед глазами Бога всегда Когда Он смотрит на каждого из нас Это покрывало покрывает нас Пред глазами Бога И как только мы выходим Из-под защиты этого покрывала Тогда обнажается вся наша греховная натура И вы знаете, в жизни христианина Как уже Виталий говорил Должен быть процесс Процесс освещения Процесс познания Бога Мы с вами прочли Там написано, что Пребывающий в Боге Он пребывает в этой любви Чтобы нам быть способными Покрывать любовью других Мы должны научиться жить в этой любви Мы должны научиться жить в Боге Если христианин Дитя Божье Не развивается в познании Бога Если он не развивается в познании Самой сущности, что такое любовь Тогда дьявол Он начинает использовать свое любимое оружие Это нашу плоть Она начинает поднимать голос И она начинает действовать через нас Нету середины Или мы будем вводимы Духом Божьим И развиваться в Божьей любви Или мы будем вводимы плотью И будем жить в состоянии ветхой природы Чтобы покрыть ближнего своего Иисус сказал, любите ближнего И вот тогда все увидят вокруг Что вы мои ученики Нам нужно учиться жить в Божьей любви И тем самым Мы открываем путь движению Духа Божьего Чтобы пришла сила исцеления Сила победы Которая начинает освобождать людей Через нас с вами Которая начинает служить этой любовью Через нас с вами Потому что здесь на земле Мы его канал Но если мы не следуем этому Тогда плоть начинает Использовать нас как свой канал И плоть, она любит определенные вещи Одна из любимых вещей плоти Которую она использует Это записано Осии Четвертая глава, восьмой стих Там написано о том Что о народе Божьем Которые любят Кормиться грехами народа Это способность плоти Ей нужно всегда какую-то подпитку И ей нужно постоянно Чтобы кто-то ее подпитал И для этого она использует Написано, она питается грехами народа Одно из ее любимой пищи Это сплетни Сплетни, которые она использует Для того, чтобы причинить боль Не только человеку, кого она использует Но и других людей Виталик уже привел пример О том, что Когда мы обвиняем кого-то Перекладываем вину на кого-то И вот сплетни, если вы откроете словарь Переводятся как слухи Информация Это непроверенные новости И она использует Это оружие Сплетен Чтобы разрушать Дружбу людей Чтобы наложить вину Чтобы опорочить кого-то Чтобы перенести какие-то вещи И высветить другого человека В плохом свете И второе оружие Которое она использует Ветхая плоть Это клевета Вы знаете, что Откровение 12 глава 10 стихом написано Что Был не свергнут Клеветник Братьев наших Клеветавший Пред Богом Над братьев День и ночь И вы знаете Я проверила сегодня Почему именно клеветник И вот смотрите сюда Клеветник Это переводится Порочащая информация Порочащая честь И достоинство другого И Писание Если вы внимательно Следите по Писанию Оно обращается Что клевета Клеветник Это то, что Бог простил И похоронил И бросил за свой хребет И он сказал Я никогда Этого не вспомню Клеветник Берет это И приносит То есть плоть Она не просто Кормится грехами Народа Она делает Такие вещи Когда она Использует Оружие клеветы Когда закончились Новости Она идет И раскапывает Все, что было Похоронено Богом В Сыне Иисусе Христе На Голговском кресте Все, что умерло Со Христом Апостол Павел Говорит Что моя плоть Она распята Со страстями И похотями Где она распята Во Христе Иисусе И написано Что мы были Такими Мы были Грешниками Мы были Блудниками Мы были Отступниками Мы были Предателями Мы были Клеветники Но написано Мы Омылись Мы Оправдались Мы Очистились Кровью Иисуса Христа Кровью Завета Но Плоть Она Если нет У ней Новых Новостей Она Идет На эти Могилы И раскапывает Все, что Было В твоем Прошлом И она Приносит Это на свет Чтобы подавить Нас Как личность В Боге И вы знаете Любимое Выражение Плоти А ты слышал А ты знаешь Люди Сказали Вы знаете Что дьявол Он приходит К Богу День и ночь И говорит Ему Так говорит Писание Это говорю Не я А ты слышал О нем О ней И что Отвечает Бог Обнимает Его Какой Ты Молодец А ну-ка Пойдем Посмотрим Что там Натворил Мой сын Или дочь Он берет Покрывало И он Говорит Отойди От меня От меня Сатана Потому что Мой сын Моя дочь Она покрыта Покрывалом Любви Сына моего Иисуса Христа Я ничего Я ничего не вижу Кроме этого покрывала Я вижу Моего сына Избитого Поруганного Оплеванного Его Обклеветали Его Унизили Его Растоптали Чтобы Ты и я Мы были Покрыты Этим Покрывалом Любви И он Говорит Я не вижу Ничего Но я вижу Эту Искупительную Жертву Моего сына Иисуса Христа Если Сегодня Кто-то Подходит К тебе И Вкратчивым Голосом Говорит А ты Слышал А ты Знаешь Вот он Упал Вот этот Сделал Вот так Вот тот Сказал Вот это И если Ты Говоришь О да А я не знал А ну-ка Расскажи Поподробнее Ты становишься Соучастником В этой Клевете Но сегодня Бог Призывает Каждого Из нас Взять Это Покрывало Любви И накрыть На тех Которые Упали Сегодня Которые Споткнулись Которые Попали В сети Ловца Они Наши Братья И сестры Они Те За Кого Была Пролита Кровь Да Они Сегодня Проходят Этот Путь Когда Они Оступились Когда Они Попали В сети Греха Но Для Этого У них Есть Ты И Я Чтобы Накрыть Их Покрывалом Любви Чтобы Стать За Них Проломе В Молитве И Понести Их К Богу И Сказать Иисус Ты Умер За Него Не Для Того Чтобы Он Умирал В Этих Грехах Но Для Того Чтобы Он Вырвался Из Этих Сетей Напоминай Ему Говорит Дьявол Он Покрыт Покрывалом Любви Да Он Сегодня Упал Да Он Сегодня В Этой Грязи Да Дьявол Растаптывает Его Имя Он Бесчестит Его Может Быть Его Имя Порочено По Всем Городам Но У Него Есть Ты И Я Чтобы Взять Это Покрывало Любви И Сказать Брат Мой Сестра Моя Я Люблю Тебя И Я Буду Стоять За Тебя В Молитве И Может Ни Один Человек Не Видит И Не Слышит Твоей Молитвы Но Ты Несешь Его На Руках Молитвы К Богу Он Видит И Он Ищет Себе Таких Людей Которые Не Побегут И Не Встанут На Углах Улиц И Не Будут Говорить А Ты Слышал А Ты Знаешь А Ты Слышал За Него Но Они Возьмут Это Покрывало И Закроют Всю Наготу Которая Сегодня Обнажена Этим Грехом Вы Знаете Что Самый Первый Урок В Моей Жизни Библейский Урок Мне Преподала Мама Я Не Помню Сколько Мне Было Лет Но Я Помню Она Дала Нам Задание Я Очень Благодарю Маму Что Она Всегда Заставляла Нас Учить Стихи Из Библии Псалтырь И Всем Были Разданы Разные Стихи Они Уезжали Там С Папой И Она Сказала Вы Учите Стихи К Моему Возвращению И Мне Достался Четырнадцатый Псалом И Вы Знаете Как Начинается Этот Псалом Господи Кто Может Пребывать В Жилище Твоем Кто Может Обитать На Святой Горе Твоей И Бог Отвечает Тот Кто Ходит Непорочно И Делает Правду И Говорит Истину В Сердце Своем Ключевой Стих Кто Не Клевещет Языком Своим И Не Делает Искреннему Своего Зла И Второе И Не Принимает Поношение На Ближнего Своего Кто Не Клевещет Языком Своим И Не Делает Искреннему Свою Зла Вы Знаете Что Люди Которые Попадают В Проблему Может Оступились Упали В Грех Какая-то Ситуация Семейная Какие-то Вещи Да Они Без Всех Нас Знают Что Им Уже Тяжело И Может Возьмет Время Вернуться К Дому Отца Но Когда Клеветник Использует Наши Уста И Мы Клевещем Своим Языком Мы Текстуем Кому То Мы Пишем Кому То Мы Еще Больше Доносим Этих Ран И Мы Закрываем Двери Для Них И Вторая Категория Людей Которые Не Принимают Поношения На Ближнего Своего Когда Клеветник Приходит К Богу А Он Это Делает Каждый День Клеветник Это Дьявол И Он Показывает Ему На Грехи И По Его Методу Это Так И Есть Но Божий Метод Он Другой У Него Есть Покрывало Любви И Когда Этот Клеветник Он Подходит Кому-то Из Братьев Или Сестер И Начинает Говорить А Я Начинаю Внимательно Слушать Я Становлюсь Вместе С ним Соучастником Вместо Этого Скажи Я Не Хочу Слышать Я Беру Покрывало Любви И Я Покрываю Моих Братьев И Сестер Я Научаюсь Покрывать Их Недостатки Я Помню Много Много Лет Назад Может Мы Только Лет Четыре Три Прожили В Америке Это Был Период Сильного В моей Жизни Искания Бога Он И Сейчас Это Но Тогда Это Был Период Становления Таких Близких Отношений С Богом Я Многому Многому Училась И Однажды К нам Приехали Гости И Я Накрывала Стол Они Сидели Общались Разговаривали И Разговаривали Об одном Человеке Даже Я Не могу Вспомнить И сказать О чем Была Речь Потому Что Я Ходила Туда Сюда Накрывала Убирала Мыла И И Когда Гости Ушли То Я Почувствовала Как Ушел Покой И Мир Из Моего Сердца Я Стала Молиться Господь Что Такое Почему Такое Состояние И Вы Знаете Что Мне Тогда Я На Всю Жизнь Помню Этот Урок Когда Дух Святой Стал Говорить В моем Сердце В Твоем Доме За Твоим Столом Сидели И Обсуждали Другого Человека И Ты Ничего Не Сделала Для Того Чтобы Их Остановить Это Мой Дом Это Моя Территория И Я Несу Ответственность За Атмосферу Моего Дома Когда Я Иду В Другое Место Я Не Могу Им Навязать Свои Законы И Прагила Но В Моем Доме Я Имею Полную Власть От Бога Какая Атмосфера Будет В Нашем Доме За Нашим Столом И Дух Святой Сказал Мне Ты Приняла Это Поношение На Ближнего Твоего И Бога За Этот Урок Который Он Показал Мне Дух Святой Он Через Апостола Павла Говорит Такие Слова Что Если Мы Будем Молиться Языками Человеческими Или Ангельскими Но Не Будем Иметь Любви К Ближнему Своему Любви Которая Выражается В том Которая Способна Покрыть Другого То Мы Медь Звенящая Мы Просто Тимвал Звучащий Потому Что В Этой Жизни И В будущей Жизни Небесной Нет Ничего Выше Любви Написано Все Пройдет Но Любовь Она Останется Потому Что Бог Есть Любовь Друзья Мои Ты И Я Мы Ответственны Каким Путем Мы Пойдем Пойдем Ли мы Путем Познания Бога И Мы Будем Использовать Его Покрывало Любви Или Мы Будем Идти Путем Плоти Которая Любит Вытаскивать Нести Сплетни Клевету Находить Какие-то Новости О чьей-то Жизни Которая Делает Особенно Она Очень Любит Это Третье Это Старые Обиды Что Кто-то Когда-то Причинил Нам Обиду Боль Причинил Нанес Нам Глубокую Рану И Плоть Она Не Может Успокоиться Она Постоянно Идет На то Место И Постоянно Культивирует И Использует Нашу Память И Наше Воображение И Говорит А ты Помнишь Двадцать Лет Назад Было Вот так И так Тебе Сделано И Мы Культивируем Эту Обиду И Мы Смотрим На Своего Ближнего Глазами Не Божьей Любви Но Глазами Плоти И Уже Я Не Так Его Обсматриваю И Уже Не Хочется Его Обойти Стороной И Многие Другие Вещи Плоть Она Использует Очень Много Вещей Чувства Вины Когда Кто-то В твоей Семье Может Упал Споткнулся И Сделал Что-то Неправильно Знаете Что делает Плоть Дьявол Через Плоть Он Пытается Вину Положить На Всю Семью Тяжелым Грузом Не Поднимай Голову Ты Видишь Как Твой Брат Делает Не Поднимай Свои Глаза Ты Недостойна Потому Что Твоя Мать Поступает Вот Так Или Поступала И Эта Вина Она Придавливает Всю Семью Но Если Найдется Хотя Бо Один Который Встанет В Проломе Поднимет Это Покрывало Любви И Будет Ити К Богу И Будет Говорить Иисус Ты Умер За Эту Семью Ты Умер За Них Ты Взял В Вину С Них Ты Снял Всякое Проклятие И Сегодня Они Мои Братья И Сестры И Я Хочу Тебе Сказать Еще Больше Если Ты Сам Покрыт Этим Покрывалом Кто К Тебе Не Прилипнет Никакая Грязь С Кем Бо Ты Не Общался Ты Будешь Протягивать Руку И К Тебе Не Перейдет Никакой Недостаток Если Ты Будешь Нести В Молитве Твоих Братьях И Сестер Не Перейдет И В Грехи Или Проблемы Но Они Будут Распиты На Кресте Голгоф И Ты Будешь Напоминать Врагу Что Иисус Который Есть Покрывало Любви Он Заплатил Эту Великую Цену Однажды Принеся Единожданным Приношением Он Вошел В это Святое Святых Он Стал Между Богом И Клеветником Вот Мое Покрывало Любви Я Покрываю Их Собою И Даже Они Споткнулись И Даже Они Падали И Даже Они Ошибаются Но Если В них Есть Хоть Малейшее Желание Вырваться Из Этого Состояния Он Говорит Я Помогу Им Главное Не Ожесточиться Главное Не Ожесточить Сердце Но Позволить Ему исцелять И Освобождать Нас Писание Есть Удивительный Пример За Одну Женщину Абигея Писание Говорит Что Ее Муж Он Был Безумный Когда Он Не Только Отказал Давиду Он Насмехался И Делал Сказал Очень Плохих Вещей Из-за Его Преступления Он Должен Быть Наказан За Его Плохой Язык Но У него Была Жена Которая Взяла Это Покрывало Люди И Придя Перед Можно Скать Давид Он Был В то Время Как Судья Который Должен Принести Приговор Восполнение Но Она Пришла С Этим Покрывалом И Покрыла Безумство Своего Мужа И Этим Она Спасла Весь Свой Сегодня Мы Братья И Сестры Мы Должны Возложить Наше Упование На Бога Потому Что Римлянам Написана Пятая Глава Пятым Стихом Что Любовь Божья Излилась Сердца Наши Духом Святым Данным Нам Сами По Себе Мы Не Можем Простить Сами По Себе Мы Не Сможем Кого То Покрыть Сами По Себе Мы Не Сможем Забыть Чью Обиду Нанесенную Нам Сами По Себе Мы Ничего Не Можем Но В Наши Сердца С Вами Излилась Божья Любовь Сам Бог Живет В Наших Сердцах И Он Это Сделал Только С Одной Целью Чтобы Не Только Оправдать Нас Но Чтобы Через Нас Служить Другим Людям И Покрывать Их Покрывал Божьей Любви Я попрошу Прославление Вы можете Выдти Последнее Что я хочу Сказать Иисус Сказал Такую Фразу Что Кто Положит Душу Свою За Друзей Там Еще Впереди За Врагов Я Часто Думала Ну Душу Там Жизнь Что-то Сделать Душа Она Это Жизнь Знаете Что Такое Значит Положить Душу Свою Это Взять Всю Свою Жизнь Всю Свою Любовь И Встать В Проломе За Того Кого Ты Считаешь Своим Другом Иисус Говорит Кто Положит Душу Свою За Врагов По Человечески Мы Не Можем Но Когда Мы Берем Его Покрывало Любви И Даже Вчерашние Враги Которые Так Много Сделали Нам Зла Мы Способны Встать За Них В Проломе И Положить Свою Душу Ходатайствуя За Них Молять За Них Чтобы Они Пришли К Богу Чтобы Жизнь Поменялась И Чтобы Из Обидчиков Из Кривитников Из Сплетников Они Стали Омытыми И Оправданными Детьми Божьими Мы знаем Исайя Говорит О том И Потом Это Повторяется Луки Что Иисус Пришел Для Одной Цели Чтобы Отпустить Измученных На Свободу Многие Из Нас Даже Сидящих Здесь Мы Кого-то Держим В Определенных Темницах Нашего Непрощения Нашей Боли Нашего Огорчения И Люди Которые Измученные И Иисус Пришел Чтобы Отпустить Их На Свободу Как Приходит Эта Свобода Как Я Отпускаю Когда Я Говорю Я Прощаю Тебя Когда Я Говорю Прости Меня Это Приводит Нас Что Темницы Открываются И Тот С кем Ты Вчера Не Мог Сидеть За Одним Столом Ты Не Мог Открыть Двери Дома Для Него Потому Что Плоть Постоянно Напоминала Тебе Он Сделал Тебе Так Много Зла Он Разрушил Твой Дом Или Семью Он Украл Твой Бизнес Он Наделал Так Много То Сегодня Когда Ты Открываешь Эту Темницу И Покрываешь Этого Человека Покрывалом Любви Ты Будешь Способен Не Только Протянуть Ему Руку Твою Но Преломлять С ним Хлеб Но Вместе С ним Обстоять И Прославлять Бога И Вместе С ним Ворывать Других Измученных На Свободу Святые Я Хочу Сегодня Призвать Каждого Из нас Пересмотри Свою Жизнь Позволь Духу Святому Высвидеть Все Что Там Скрыто В Твоих Потаенных Уголках Твоего Сердца Позволь Вы Знаете Слова Они Могут Ранить Так Сильно И Оставить Такие Глубокие Шрамы Но Все Что Нам Нужно Сегодня Это Позволить Ей Божьей Любви Как Исцеляющая Сила Покрыть Нашу Боль Отпустить Измученных На Свободу Простить Нашим Обидчикам И Встать За Них В Проломе Сейчас Когда Мы Будем Молиться Я Прошу Чтобы Все Встали Ты Просто Приди В Этой Молитве С Этим Покрывалом Любви Богу И Верую Покрой Того Человека Который Причинил Тебе Боль Словами Поступками Разговорами Какими-то Вещами Просто Сейчас Когда Мы Будем Поклоняться Иди Иди С этим Покрывалом Любви И Прямо Вслух Говори Я Покрываю Тебя Покрывалом Любви И Я Отпускаю Тебя Я Прощаю Тебя И Если Ты Нанес Кому-то Боль Своими Словами Или поступками То Просто Подойди И Скажи Прости Меня Мы В тело Иисуса Христа И Мы Не Должны Жить В этих Вещах Которые Приносят Боль Ты Ты И Я Мы Решаем Жить Нам По Пути Плоти И Поговорить Ей Господствовать В нашей Жизни Или Я Выбираю Путь Когда Я Возму Это Покрывало Любви И Буду Стоять За Своих Ближних За Своих Братьев И Сестер Иисус Сказал И потому Узнают Все Что Вы Мои Ученики Если Вы Будете Иметь Любовь Между Собою Давайте Мы Закроем Свои Глаза И Пойдем К Богу В этой Молитве Если Ты Замечал За Собой Что Ты Любишь Распространять Какие-то Новости Рассказывать О ком Копаться В чьем-то Прошлом То Сегодня Этот Момент Когда Ты Можешь Прийти С Покаянием Богу Если Ты Любишь Слушать Эти Новости И Принимать Поношения На Своего Ближнего То Сегодня Этот Момент Чтобы Покаяться Пред Богом Если Ты Который На Этом Месте Чувство Вины Давит Тебя За Твое Прошлое Или За Поступки Кого-то Из Твоих Близких Или Твоей Семьи Он Сегодня Здесь Со Своим Покрывалом Любви Который Сказал Я Твой Возлюбленный Я Твой Ходатый Сегодня Бог Наблюдает За Каждым Из Нас И Не Позволь Плоти Руководить Твою Жизнь Но Позволь Ему Поднять Тебя И Через Тебя Чтобы Его Любовь Она Текла Ко Многим Людям Давайте Мы Начнем Поклоняться И Все Кто Стоят В зале Просто Закрой Свои Глаза И Говори Сейчас Сбоку Просто Говори Пусть Это Будет Твой Encounter С Ним Потому Что Он Знает Каждое Сердце Ему Не Нужно Все Это Видеть Приносить Ему На Блюдечки Он Все Это Видит Сам Через Кровь Сына Своего Иисуса Христа Не Надо Обнажать Кого-то В Его Грехах И Поступках Он Покрылся Кровью Завета И Однажды Он Сказал Одному Пророку Хотя Ты Упал Но Ты Встанешь Я Подниму Тебя Я Подниму Тебя Из Этого Праха И Ты Будешь Моим Сосудом Ты Будешь Моим Служителем Потому Что Цена Великая Цена Заплачена Цена Иисуса Христа Сама Любовь Поднялась На Этот Крест Чтобы Покрыть Каждого Из Нас Этим Покрывалом Людим И Чтобы Мы Были Способны Покрывать Любим Этим Любовь 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 Мы Поклоняемся Тебе Святой Иди В этом Поклонении Говори С ним Говори Сегодня С Богом Он Здесь И Он На Этом Месте Аллилуйя Мы Будем Идти В Этом Поклонении Музаж С Денис С Being found In Appearance As A Man He Humbled Himself And Became And those Healy I Am Forgiveness I Am A New Covenant I Am Life I Am The Truth And There Is No Life Without Me My Name Is Jesus My Name Is Jesus My Name Is Jesus I I I I The Alpha I Am The Omega My Name Is Jesus Oh Jesus Come on Church Honor His His Name His Jesus His Name Is Jesus My God Jesus Jesus Субтитры создавал DimaTorzok 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 Jesus, Jesus Your name cannot be overcome Your name is alive Forever live to cry Your name cannot be overcome Your name is alive That the shadows can't deny Your name cannot be overcome Your name is alive Forever live to cry Your name cannot be overcome Your name cannot be overcome Jesus, Jesus Jesus, Jesus Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok